Пассажиры в автобусах падают не всегда по вине водителей конкретных автобусов. Об этом сегодня заявил городской отдел транспорта. Его начальник уверяет, каждый случай анализируется. На автобусах устанавливаются средства видеофиксации. Они-то и позволяют сделать вывод, что в травматизме пассажиров не всегда виноват перевозчик. Подчас аварийные ситуации создают лихо перестраивающиеся другие участники дорожного движения. Водитель должен был применять экстренные торможения, в результате чего падали пассажиры. Но самого столкновения не было с этим транспортом. Транспорт уезжал, но система видеофиксации позволяла выявлять такие нарушения уже совместно с ГИБДД, привлекать данный транспорт к ответственности. В будущем средства видеофиксации будут направлены не только на проезжую часть, но и в салон транспортного средства. Поскольку начальнику городского отдела транспорта известны случаи, когда пассажиры с травмой обращаются в больницу, говорят, что получили ее в автобусе, даже билет показывают, а на деле это может быть фикцией. Что касается статистики, то за прошлый год зафиксировано 85 ДТП с участием водителей автобусов, что на 18% больше, чем в 2016 году. Два человека погибли, 109 травмированы. Вина водителей автобусов доказана в 29 ДТП из этих 85. Депутаты предложили тщательнее проверять водителей, и не только на употребление алкоголя. Не мешало бы вести и обязательное психологическое тестирование. Из других проблем остановки они тоже создают аварийные ситуации, как, например, на Гастелло. После остановки, чтобы повернуть на проспект строителей, автобусом и троллейбусом, надо пересечь сразу две полосы. Сейчас власть думает, куда эту остановку перенести. К пешеходам у депутатов тоже претензии. Если есть зебра, это еще не значит, что пешеходы могут идти по ней бесконечно. Один заканчивает переходить пешеходный переход, вышел второй. Третий не торопится. Как только второй заканчивает проходить, появился третий. Вот, мы можем и пробки в городе как бы от этого иметь, и так далее, и так далее. Вспомнили депутаты и про Пекинку, двухлетняя реконструкция которой в черте Владимира может начаться уже в этом году. Все помнят еще про пробки у моста рядом с Огуречной горой. В связи с этим вопрос ГИБДД. Нас ждет еще один такой же кошмар. Мы будем работать, так называемый, скажу, с колес. Узнаем, отработаем, проанализируем, дадим свои, как говорится, советы, для того, чтобы максимально увеличить пропускную способность. Главный инспектор Владимира заверил, что ГИБДД будет в полном контакте с подрядчиком. Поставить ограждение и работать ни шатка, ни валка точно не позволит. Александр Инин, Егор Хребко, Шестой канал.